Девушки отдыхают Яна Чурикова! Яна, доброе утро! Почему, Вань, ты сразу с огурцом добрый утро? Ну, Ян, это не огурец, это огурцы. И это лилипутский, это сорт огурцов, который называется лилипутский бородавчик. Что? Да. Значит, эти огурцы, я всегда приношу что-то вот оттуда, для того, чтобы как бы гастроническим образом перейти. Спасибо огромное, что ты пришла к нам сегодня. Мы сегодня хотели бы что-нибудь с твоей помощью приготовить. Знаем, что готовить ты любишь, умеешь и будешь. Я, безусловно, буду готовить, тем более, что куча голодных людей в студии, возглавляемые давним моим знакомцем Иваном Мургантом. Короче говоря, братцы. Я вот что хочу сказать. Мужчины все равно готовят лучше, чем женщины. Вот как бы мы ни старались доказать обратное. Но, зато женщины готовят по необходимости. И, соответственно, нормальная женская необходимость просто наступает чаще, чем у мужчин. Ну, безусловно. Поэтому моя стратегия заключается в том, что вот молодая семья нуждается в хорошем питании. Так. А молодая мать, да еще и работающая, должна уметь готовить быстро, много, вкусно. Давай представим себе молодую семью. Молодая работающая, стандартную советскую, российскую семью. Вот, например, молодая, да, например, молодая работающая мать, ребенок, муж. Нужно приготовить быстро, успеть на работу, вернуться. То есть процесс идет. Фабрика звезд там, кастрюля с нечищенным картофелем здесь. Как быть? Ой. Короче, стратегия следующая. Берем. Два мегастральных блюда. Одно на завтрак, второе типа на обед. Одно на завтрак, второе типа на обед. Дело в том, что обед и завтрак нет в субботу. У некоторых это в одно и то же время происходит. Значит, что такое типа обед, да? Мальчики, а почему ты у вас стоит портфель на столе? Мамы, мы типа обедаем. Итак, в меню, ну, собственно, чтобы с утра было чем занять себя, пока все спят, а так оно обычно и бывает, мы делаем оладьи, но не простые оладьи, из добавления пшенной каши. Ведь вам как молодой мать... Пшенной крупы, да? Это пшенной крупы. Вам, наверное, тоже известно, что иногда хозяйка делает каши, но ее бывает многовато, чтобы вот ребенок пока не съел, остается некий запас. Что делать? Выбрасывать жалко? Ха-ха! Добавьте это в оладьи, и получаются оладьи, у которых есть наше семейное название «Солнечные», и нормально естся потом. Солнечные оладьи напоминает коллектив из Закавказской республики музыкальный. На сцене «Солнечные оладьи». Ансамбль «Кукушечка». Ансамбль «Кукушечка». Так, хорошо. Полностью оладьи, значит, сшенными хлопьями, да? Да-да-да, это наше первое блюдо. Так. Ванниеж их сухими. Дети любят, конечно, все сухое. Грызь, крупы, макароны, но не до такой степени. Потом уже становится понятно. Я очень люблю сухое тоже. Полусухое, сухое. Я тоже сухое буду. Так, дальше. А дальше мы будем бороться подручными средствами с фастфудом. То есть мы будем готовить гамбургеры? Да. Мы убьем фастфуд, так сказать, в рамках отдельно взятой ячейки общества. Я настаиваю на том, что, друзья, те люди, которые любят покупать фастфуд, помните, что нет вкуснее гамбургера, чем тот, который ты сможешь приготовить своими руками. Так это просто как припевк. Единственная проблема... Поэтому многие идут специально в рестораны быстрого питания. Можно украсть идею. Взять, купить, расчленить и посмотреть. Я об этом не думала. Нет. Я, если честно, после того, как я свой набор юный химик обменял на штопор, я перестал думать о том. Друзья, давайте прямо сейчас перейдем к первому. Что дольше готовить? Подожди секунду. Нам нужно фарш сделать, я так понимаю, да? Нам нужно сделать сразу кучу всего, где вода. Вода, ну как же, где вода. Вода у нас стоит, как всегда, внизу. Прекрасно. Давай, к чему сейчас переходим? Кострюлька какая? Вот такая, я думаю, этого хватит. Да это мы делаем основу, собственно, для хлопьев, потому что тут уже еще нужно их грамотно ставить. Их надо замочить, да? Да, 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 да. Все быстро. Мы замачиваем хлопьи в кипятке. А может быть, мы уже начнем делать фарш? Мы начнем, конечно же, начнем. Подожди, Ваня, это же утро, мы же только встали, без грима, как видите, еще не чувствуешь. А, кстати, вот у вас в семье, вот у всех, у каждой семьи есть свой утренний ритуал. Да. Некоторые все не просыпаются, встают, моются, завтракают и начинают ждать отца. В смысле ждать отца? Чтобы отец встал? Когда папа придется? Нет, у нас все начинают ждать отца в том смысле, что дети просыпаются первыми все. Вот. По младшинству. Потом, собственно, просыпаюсь я, потому что дети кричат. Мама, хотим есть и все такое. Соответственно, я бегу на кухню, понимаю, Аля, с катастрофой, надо что-то быстро делать. А также я понимаю, где-то за дьмом ум, что муж-то спит. Ну, понимаешь, да, вот так начинается. Да, муж где-то спит. Слава богу, в спальне, но это, в общем, уже встает в нашу. То есть последний у вас встает глава семьи? Да, он встает, когда уже все готово, приходит, и мы все выстрены. Ну, а есть ли какой-то утренний ритуал, допустим, какой-то совместный завтрак? Безусловно. Собственно, никто не садится есть, пока не приступается папа. Поэтому у нас от папы зависит, накормлены ли дети. А поскольку мы действительно все вот так вот по росту, все хорошо. Прекрасно. Вань, а не мог бы ты, так сказать, привести мужское начало? Что именно? А вот конфорку. Вот эту вот, я думаю. Для молока мы сейчас его быстро закипятим. Прекрасно. Так, замечательно. Мы берем молоко. Да, да, да. Так, короче, с хлопьями никогда не попадешь, потому что вот положил, как написано на коробке, всегда накосячишь. Надо на глаз класть, а у каждого свой глаз. Поэтому сейчас посмотрим, как получится, а я пока... Давай еще раз, я просто пытаюсь понять, что здесь у нас нагревается молоко. Да, да, да. Прекрасно. Что нужно дальше? Да я думаю, что можно пока начать готовить оладовую основу, а для этого нам нужен, собственно, кефирчик. Кефирчик. Прекрасно. Кефирчик. Это утренний напиток. В бодейке, да. Вот это кефирчик. Так выглядит с утра кефир. Мы называем это фляга старого прапора. Вот, как угодно. Старого шведа. Главное, чтобы там был кефир, а не что-нибудь вот... Ты знаешь, что это на самом деле, если честно, если быть серьезно, вот эта фляга, этот сосуд, это полностью реплика фляги шведского солдата 17 века. Я бы... С такими флягами на петра шведов. Наливай. На бригангуте. Тебе как жителю северо-западного округа это актуально. Да. Наливай. Скажи, сколько? Я тебя остановлю. Не так просто это. Хо-хо-хо. Начни, главное. Так, лей-лей-лей-лей-лей-лей. Я думаю, что пока... Да, стоп. Хватит. Потому что из этого количества, спасибо большое, два яйца, пожалуйста, очень любезливо. Два яйца. Принесите, пожалуйста, да, спасибо большое. Сейчас, одну. Венчик я вижу сама. Венчик, венчик. Это точная реплика шведского короля Густа 18-го. Питерские люди такие интеллигентные, они так знают историю. Раз. Да. Так. О, а как это у тебя одна рукой получается, я все время вот так. О-о-о-о. Вот это трюк. И вот теперь, друзья, у нас получился портрет веселого польского короля Ягайло. 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 Он, кажется, литовский король. Предлагаю немножко... Литовский король – это наш режиссер. Король Литвы. Так он говорит в Сандунах, и так он заставляет говорить нас. Подвиньтесь в парной, король Литвы. Развалился. Сахар, дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Для вас дружба народов должна быть просто как пойти руки, по-моему. Дело в том, что в нашей семье была не дружба народов, а дружба народных. Ну, теперь, да, теперь уже точно вы присоединились. Давай, сыпь, я тебе скажу. На самом деле, это стандартный рецепт оладьев на кефире, по большому счету, с добавлением этих самых пшенных хлопьев. Ягай, знаешь, что мне нравится? Что ты не используешь мирные вот эти все вещи. Не надо. Это все можно 20 раз приготовить по рецепту, соблюдать четкую дозировку, и потом получится... Вы готовите в семье по рецепту? Вот какое лучшее блюдо, которое готовит твой муж? Ой, мой муж вообще лучше всех на свете. Вот это... Значит, это первое, и это объясняет, почему он твой муж. Точка, да. Он лучше всех на свете. Во-вторых, мой муж лучше всех на свете готовит блины. Обычные российские блины. Вот это, кстати, не каждый муж. Поэтому я говорю, что мы с ним так... Это тяжело. Я вот, например, ни одного блина... Что? Ну, нет, нет. Сам мне... Алло. Вот так вот. Соли. Короче, дай мне обычную советскую. Обычную советскую... Обычная советская соль. Да. Это у Макаревича дома. Окей. У него все... Стоп, стоп, стоп. Это уже туман. Все советское есть у Макаревича. Держите, вот так, вот так. Давайте пить, пить. Посолили. Так, 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 так. Молочко, молочко. Значит, да, начинает все убежать. Да, все, оно еще не убежало. Давай, я поднялась. Да, будь, я поднялась. Ложку, думаю, что... Нет, чайной ложки много, да? Вот так вот должно хватить. Кстати, к вопросу... О, есть такой тонкий момент. Обычно мы любим, что по ложке были такие толстые, ближки, поднимались. Толстые я не люблю. Я такие люблю, чтобы они были користые. Вы знаете, я вот эти, ты любишь эти оладьи, которые готовят во всем мире? То, что вот с кленовым сиропом, вот эти американские... Нет, они не очень. Они не вкусные. Они не вкусные. Они какие-то так уж и не жигают. Да, много теста, совершенно невкусные. В этом смысле я как раз больше люблю то, что готовит твой муж лучше всех на свете блины. То есть, когда тонкий блин, и в него кладешь сразу вот на блин, и банку с черной кровью прям перевернул, и как бы поднялся. Я так понимаю, ключевое слово все-таки блин, да? Блин, конечно. Я очень люблю. Итак. Многие наши зрители спросят нас в письмах, вы не могли бы нас познакомить со всей съемочной группой, потому что некоторых из них мы разыскиваем уже давным-давно, пишет нам Магаданское отделение внутренних дел. Но ты же ведь не сдашь своих, Вань. Дело в том, что несостоявшийся, но проданный концерт Стаса Михайлова и деньги, которые передавались на вестибюле станции метро Калужская женщине с портретом Голды Мэйр на сумке. Голды Мэйр у нас работала. Сейчас работает ее внучатая племянница. Ну-ну-ну. Крышечку дай, пожалуйста, Вань. Дай, пожалуйста, крышечку. Можешь, кстати, вот эту вот конфорочку уже притушить тупо. Ну, можешь и просто притушить. Крышечку дай, пожалуйста, фраза Николая Васильевича Гоголя. Как нельзя, кстати, сейчас звучит. Дайте, пожалуйста, крышечку, закройте. Николай Васильевич, ты губы живы. Все. Оп. А потом вспомнил, начал стучаться, но было поздно. Все, что, значит, крышечку, а где крышечку? А вот она, спасибо большое. Можешь сама ее взять, Яна. Знаешь, я не сразу ее заметила. Значит, Яна, какой должны густоты? А вот оно сейчас, вот мы его тут закроем. Подожди, значит, я правильно понимаю, это называется пшеные хлопья. Я клянусь, я первый раз это вижу. Я клянусь. Правда, что я? Я вижу, клянусь тебе первый раз. Я пшенку, подожди, мама варила всегда пшеную кашу. Пшенку я тоже варила обычную. Крупа, да. Это хлопья. То есть это как бы... Ты знаешь, это продукт 21 века, который, собственно, как раз рассчитан на тех, кто спешит. Так их лучше не есть, как, впрочем, пшеные хлопья. То есть их лучше завариваются? Они завариваются, скажем, их чуть-чуть, всего чуть-чуть нужно закипятить, а потом оставить настаиваться. Каша сама дойдет до кондиции. Значит, здесь есть кефир, сахар, соль и сода. Стало быть, надо сюда теперь добавить муки. Вот сколько, давай. А вот сколько, подожди. Значит, ну сколько? Ну сколько. На самом деле, собственно, любой оладушек хороший, когда тесто в консистенции, как это говорится, сметаны, чтобы ложка стояла. Нет, смотри, смотри, какая сметана. Подожди, сметана... Нормальная. А, все, я понял. А я тебе, кстати, могу по ходу пьесы добавлять муки. Подожди, по-моему, подожди, густовато, Яна. Нет. Яна густовато. Я тебе говорю, нет. Яна, ну подожди, ну ты уверена? Да, конечно. Это будет один большой, тяжелый оладий. Пока ты не смеешься. А ты знаешь, кстати, что оладий, это имя, детей называли оладий. Да ты что? Да. Что же я говорю? Это варяжский князь оладий, который приплыл, единственный, кто приплыл на бобре в Руссию. Вот, и бобер возглавил полоцкое княжество, а оладий – сенежское. И так они княжили бобер и оладий. Вот, но потом все это прекратил глава горосполкома Ленинградского романа. Друзья, значит, что мы сделали? Вот посмотрите, я хочу всем рассказать, прежде чем уйдем на рекламу. У нас готовится, залитый горячим молоком, настаиваются хлопья пшеные, правильно? Значит, здесь у нас тесто для оладушек, кефир, соль, сахар, сода, мука. Да, которая, собственно, ждет соединения с этими прекрасными романами. Будет вот это соединение. Да, да, да. Значит, Ян, на секунду тебя оставлю на нашей кухне. У нас все готово к следующему этапу. Сейчас небольшая пауза в нашем альманахе «Смак», после которой мы вернемся, после рекламы. И вы узнаете, что «ромбаба» в переводе с румынского означает «Я играю в спектакль «Служанки» в театре Виктюка». Эй, ты, давай-ка принеси фаршу, достань самогонный аппарат из кладовки и мать разбуди, Борис Житков, как меня называли. Дорогие друзья, «Смак» в первом канале. У нас в гостях Яна Чурикова, с которой вместе мы готовим сегодня два блюда. И, кстати, эти оба блюда идеальны для детей, потому что дети одинаково любят и блинчики, и гамбургеры. И галатушки, и блинчики, и гамбургеры. Яна, может быть, смешать нам пшоночку с... Я думаю, что настало самое время, сейчас я только, извини, замочу тут кое-что. Ну, в смысле, конечно же, хлеб, в общем-то, для предполагаемых котлетов. Замачивать хлеб ты будешь? Да. А что? Для гамбургеров? Для котлета, для гамбургеров. А, добавлять хлеб, все, теперь я понял. Подожди, это же все, на самом деле, старая... Подожди. Старая схема. Пускай пока замакает. Единственное, что надо чуть-чуть подогрелось, чтобы оно... Поэтому, соответственно, надо налить сюда молока... Так. ...и сунуть в печь, пускай чуть-чуть подогреется. Вот, вот, зачем, чтобы подогрелось что? Мне нужно молоко теплое, понимаешь? А, молоко теплое вот здесь? Да, 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 да. Или разбавить его кипятком, тоже вариант. Вот там? Да. А зачем горячее вообще это нужно? Нужно. Яна, а зачем добавлять хлеб в котлеты? Дети, Ваня, это ж не тебе, чувак. Дети не едят ни кебаба, ничего. Дети едят мягенькие котлеточки. Для этого хлебушек туда в паршик надо добавлять, понимаешь? А мне отец сделал детство котлетой из хлеба. Отлично. Вот, видишь, твою голодную детку... Мотивирую тем же самым, говорит, съешь. Сынок, котлетку, смотри, как я тебе слепил из мякиша. Я говорю, папа, а мясо? Он говорил, как мясо? А мясо, сынок, ты же ребенок, ты же не любишь кебаба. Я так и думал, что я не люблю кебабу, пока первый раз... Пока первый раз что? Не провел азербайджанскую свадьбу. Поздравляю. Давай, все, мешаем. Вот, посмотрите, друзья, пшенка. Пшенка обычная. Так, Иван, вы так бесподобно мешали. Могли бы еще раз, собственно, помешать. С удовольствием. Да. Хорошо. Ян, а что в вашей семье? Есть ли у вас что-то, что у вас... Вот, у вас какие-то тоже развлечения для всей семьи? Я не знаю, вы все вместе смотрите программу «Воскресное время» с Петром Толстым. К примеру. То есть, как бы, проводите себя, проводите так же выходные, как Петр Толстой. Или вы смотрите вместе фильмы, или вы читаете вместе книги, или вы ходите вместе, у вас есть традиционные походы в театр. Ну, ты, в общем, все рассказал. Ну, вот это все вы делаете. Да. Еще мы вместе расписываем... Расписываем. Вот. Что вы расписываете? В квартире в нашей. Окна? Потом моем их и за нами расписываем. Подожди, расскажи, как это происходит. Это очень хорошо происходит. Есть же теперь такие прекрасные, такие девайсы, карандаши специальные. А, карандаши, которые можно рисовать, и потом они быстро стираются. Они стираются. Просто дети не хотят эти рисунки стирать, потому что они понимают, зачем они рисуют. Ну, конечно. Прикольно, они сделали некую такую... Вот, клоуны срисовались книжкой. И в квартире всегда как такие витражи, да? Такие как... Да. Как... Можем и так это назвать, просто это немножко в такой примитивистской манере, но ничего. В принципе... Ну, назовем это Шагаловщина. Шагаловщина. Хорошо. Друзья, Яна замочила белый хлеб в воде с горячей, с молоком. Да, и сразу начинается такой... Ого! Короче говоря, вариант фарша для котлет, это... Слушай, ну, мы взяли, это свининка. Это свининка, это... Это, я так понимаю, телятинка. Шеечка такая хорошенькая. Ну, прекрасно, молодцы. А все, не нужно, да? Нет, давайте, да, мы немножко несколько кусков отрежем. Значит, скажи мне просто сколько. Ну... Вот столичка. Скажи, пожалуйста, а курица тоже будет там принять участие? Курица... Ну, ты как ты думаешь? Не будет она? Я думаю, что не стоит. Вот честно. Мое мнение, что не стоит. Хорошо. Давай тогда сделаем один вид. Вот мы нарезали мясо. И свининки, да, я могу... И свининочки чуть-чуть. Кошерно. Для того, чтобы было вкусненько. Так, и еще, ну, в принципе, мясо у нас... Так. И, наверное, вот такой вот кусочек шеечки. Вот такой вот, да? Вот так. Ну, вот как скажешь, так и будет. Как работает ваша прекрасная девайсинка? Мясорубка, давай, я тебе помогу. Давай, давай, давай. Значит, вот это мы уже можем же добавлять? Да. Можем, конечно. Да, все. Мясорубка работает по принципу... Пуш. Дебата. Сколько паузы было. Смотрите. Ян, перекладываем это булочкой, да? И отожми молоко, пожалуйста, будь добр. Да, 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 да. Ну, не до конца. Ну, не до конца, да, чтобы было. Чтобы чуть-чуть было. Молодец. Вот хорошо, когда мужчина на кухне занят. Это же так приятно. Ну что же, друзья, вот у нас что получилось, да? Поготово? Отлично. Так, и что мы теперь сделаем? Перемешиваем. Мы, да, 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 перемешиваем, чтобы это было... Теперь уже это надо еще где-то по ходу пьесы посолить. Так. Перец не нужен, потому что детский. Перец не нужен, потому что детский. Горчица не нужна. Если, собственно, взрослые в этом процессе участвуют, то они потом сами себе это все. Горчиечки. Клево. Так, ладно, 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 ладно. Можно уже начать кочегарить. Собственно, сейчас приступим к процессу жарки. Вот в каком-то таком формате. Дальше с котлетами следующая история. Так, дайте мне, пожалуйста, вот эту штуку, потому что я тут уже расшинковала огурцов под шумок. Они нам понадобятся позже в качестве элемента... Я, например, мы готовим оладьи. А нельзя оладьи совместить... С камбургером. Они сладкие. Да, уже? Кстати, между прочим... Их можно делать не сладкими. У детей иногда бывают странные вкусы. Они на оладьи кладут все, что вообще можно положить. Колбасу копченую, ветчину. Ну и дальше, в общем, каждый может сам домыслить в меру того, что естся в себе. Ну, ветчину, да. Так, дальше здесь где-то была пленка, потому что основная фишка с этими котлетами, она заключается в том, что любая котлета вспухает, как только ее начинаешь жарить. И поэтому их надо тоненько-тоненько закатать. А вот она. А вот она пленка. Я даже не знаю ничего об этом, пожалуйста. Такая вот... Какая-нибудь пленочка найдется? Обычно пищевая пленка или какой-нибудь рукав для запекания вполне подойдет. Мы взяли пленку для упаковки гвоздик. Слушай, а почему у нас весь эфир утренний первый панел не состоит из программы «Смаклево»? Объясню. Потому что, я бы так назвал, это «Происки Малышевой». Так вы, типа... Малышевцы очень сильная группировка, на первых. Лоббисты. Так вы же тоже про здоровье рассказали. Назовем так, лоббисты за... Как ты масла не жалею, а? Не жалею, для оладушков нет. Прекрасно. Слышь, Ваня, вот каждый раз... За очередь. Общаешься с тобой, а вот обогащенно уходишь. Как уран уходишь. Обогащенно. Урана, буквально. Урана же тут маленькая станция по обогащению урана. Обогащение урана, а так будет называться моя автобиография. Я слеп. Да секунду, все, вижу. Ну что же, посмотрите, какие веселые кругляши. Вот на этом этапе можно привлекать детей, потому что дети не боятся пойти все руки на кухне. Ну что же, Яна. Все, 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 все. Все? Как это, а еще? Нет, подожди, хорошо, давай кто-то один из нас делает пшик, а кто-то накрывает это все второй частью клеенки. То есть, подожди, я накрываю сейчас? Да, накрываю. А остальной фарш? Подожди, просто я боюсь, что сейчас они начнут это, расклекиваться, поэтому... А, ты думаешь, и вот так делать? Да, 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 но не сильно, а нежно, 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 нежно. Вот, приблизительно вот так вот. Да, они должны быть у тебя нечеловечески тонкими, прям вот unbelievable. Нечеловечески тонкими? Угу. Так, я прошу всех постраниться от нашей сковородки. Да, там уже все готово, Яна. Потому что там уже можно, мне кажется, начинать процесс. Давай, давай. Вот они. Опа. Пошла тема. Ну, Яна. Я тебе говорю. Эх, пошли. Вы понеслась. Прямо оладушки фри получатся. Очень даже фри, но тут, к сожалению, лучше как-то с маслом не жалеть. Потому что иначе будет просто не фри вообще ни разу. Поскольку сковородка мне не знакома, я пока ограничусь вот таким вот. Хорошо. Оладушка. Яна, посмотри, тебя устраивает так? А есть эта лопаточка прекрасная, ковырялочка-то? Вот она. Ты чем обычно это все переворачиваешь? Какая лучше? Ну, можно этой, конечно. Вот. Вот оно. Вот. Вот красота. Вот так мы это будем сейчас выкладывать, да? Ну да. Держи, пожалуйста, клееночку вот с этой стороны. Держу, держу клеешку. Клеешечку. Вот. Оп. Опа. Можно? Котечка, а я тебе хочу сказать, что пока ты там клееночку, по-моему, уже оладушки тут начинают. Думаешь? Ну, я его подождала чуть-чуть. А смотри-ка. Ай-яй-яй. Смотри. Ай-яй-яй. 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 Ай-яй-яй-яй. Надо чуть-чуть больше органов сделать. Давай, чуть-чуть увеличим. Ай. Ай. Ванька, не дожарил. Ну, сейчас перевернем, не волнуемся. Тоже мне. Нет, малыши тоже очень нецерпеливые существа, они все время тоже говорят, ну, когда-когда перевернем, когда-то, когда-сё. Так, Яна, на секунду тебя оставлю. Вот. На нашей кухне у нас, друзья, пауза, после которой мы возвращаемся, и вы узнаете, что половник в переводе с сербского означает «Зина, лучше ты это узнаешь от меня, я король нудистов». Ваше благородие, вы как дорогу будете и зайца кушать? Аккуратнее, там дробинки попадаются. Из кинофильма «Кто подставил кролика Роджера». Дорогие друзья, СМАК на первом канале. У нас в гостях сегодня Яна Чурикова, и мы на финишной прямой. Сейчас будет еда. Сейчас, дети мои, будет еда. Сейчас, дети мои, будет еда. Так я обычно говорю в таких ситуациях. Так, в принципе, а что мы уже сделали? Мы уже даже порезали огурцы, помидоры, котлеты готовы, оладьи, в принципе, уже можно есть. Оладьи можно есть. Да, вот так вот уже можно есть. Хорошо, друзья? Я думаю, что это хорошо. Значит, мы пока поставим оладьи здесь. Значит, что нам нужно сделать? Давай я помогу разрезать булочки. Булочка круглая, простая. А мы не будем булочки разогревать? Можно, конечно, и подразогреть, кстати, у нас на эту тему. Духовка. Зачем нам духовка? А что? А какого варианта? Ну, может, идёт прямо вот здесь. По-мужски, по-холостяцки заход. Как говорится, с дымком. Подожди, давай, вот это мы переложим вот сюда. Так, давай сюда вот перекладывай. Вот это мы переложим сюда. Вот этой невероятной, необычайной хрупкости и тонкости котлетки. Главное, что она при этом легко кусается и хорошо жуётся. Потому что дети, как только что-то им лень жевать, они сразу это не едят. Потом мы будем забывать, что у детей зубы появляются тоже не сразу. А вот эти гамбургеры можно давать семимесячным детям. Приблизительно. Так. С наливкой. Я предлагаю сделать с булками. Прямо вот так вот и туда? Прямо вот на эту штуку прям. Тем более, вот именно так. Вот именно так. Итак, кстати, к вопросу о салатах и о траве всяческой, которую дети не едят. Есть единственный салат, который дети едят из любого положения. Айсберг. Айсберг? Айсберг. Да ладно, да? То есть с тумана айсберг вырастает, это всё про этот прекрасный салат. Потому что он единственный из всех них сладкий. Так мы не будем, мы может листья положим или... Нет, именно вот так. Потому что листья айсберга, они такие круглые, их особо не выложишь. А вот в таком вот формате это очень хорошо. Хорошо. Так, ну что ты там с булочками? Сейчас булочки чуть-чуть, просто чтобы они чуть разогреются, чуть-чуть подсохли. Так, а давай пока я расскажу, что мы приготовили оладьи. Давай. Оладьи уже готовы, да? В принципе, можно уже есть. Давай попробуем. Давай. Значит, друзья, как готовится оладьи? Ты меня сейчас будешь поправлять, пока он стынет. Значит, кефир. В кефир мы добавляем... Два яйца. Два яйца, муку, сахар, соль, дрожжи. Соду, соду. Соду, не дрожжи, соду. Соду, пол чайной ложки. Всё это мы добавляем в кефир. Вымешиваем, отдельно густой вымешиваем. Рядом готовим пшёные хлопья в молоке, чтобы они разбухли. Сахар надо добавить и, собственно, в массу, которая с тестом, и в массу, которая хлопья. После этого мы всё это смешиваем. На сковородочке обжариваем масло. Получается оладьи фирменные, солнечные. Замечательно. Хватает на весь день. Всё, ничего не хлопает. Всё, вот это готово. Всё, мне кажется, уже всё супер. Давай, давай. Всё. Гамбургеры готовы. Оладьи мы попробуем. Давай расскажем тогда пока, как готовилась сама котлета. Значит, друзья, белый хлеб, размоченный в тёплом молоке, свинина, шеечка, говядина. Всё. Соль. Больше ничего. ıyla, вы готовите котлеты детям. Котлеты вы готовите детям. Это интересно. Яна, смотри, как ты делаешь весёлые зелёные дружки. Мы весёлые зелёные дружки. Обычно это делают тоже дети, подключаются на этом этапе. Потому что, в принципе, чтобы это было… Давай, давай. Давай, давай, давай. Боже. А сверху котлетку или помидор сначала? Да, 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 помидор сначала. Нет, подожди, стой. В принципе, последовательность не важна. Смотри, потому что если мы положим мяско, то сверху мы положим огурчик на мяско сразу. Значит, огурчик. Это ты прав. Подожди, Ваня, ты еще не забывай о таком важном элементе программы, как сыр. Ты понимаешь, да? Теперь с точки зрения сцепления, вот ты, давай, включим в свое познание физики. Яна, скажи, а вот мне кажется, я тебя никогда не спрашивал, но мне почему-то кажется вот так вот, вот визуально, вот по тебе, что ты медалистка, у тебя есть медаль золотой. Ты знаешь, медали от медалей из-за математики. Из-за математики? Да, так что... Почему? Потому что у меня по алгебре была четверка, поэтому я не знаю. А у нас, к сожалению, вот у нас был в школе, в классе, мальчик, он шел прямо на медаль. Вот он такой... И единственное, почему завалился, это ты будешь смеяться, пение. Ванечка, значит, предложение такое, кетчупа, потому что дети все равно его любят, даже если... Дети очень любят кетчуп. Это факт, Мизик. У меня дочка начинает, у меня дочка начинает день со стакана кетчупа. Ну, так ты не пробовал таматным соком его заменять? Нет. Нет? Короче, значит, на огурцы, как мне кажется, надо кетчупа чуть-чуть, а вот потом уже будет... А ну-ка, кетчупа на огурцы, это воинская команда. Ну, давайте. На огурцы. Это тоже легкая операция, которую малыши с удовольствием... Ну, конечно, вот такой сыр, да? Чудесный, конечно, который уже приготовленный. И вот, подожди, а помидорочку? А, помидорочку забыли. Так можно сейчас помидорочку положить, в принципе. Кстати, может быть... Может быть, ее под... Помидор под или на? Помидор под или под. Так, на. Помидор под это вот. А помидор на? Вот, смотрите. Так, минутку. Надо еще чуть-чуть майонезиком смыслить. Майонезико, немножечко майонезико. Чуть-чуть вот так вот, да. А может быть, что они хлопушечки? Хлопушечки. Погрызи просто сам. Нет, нет. Ой-ой-ой. Вот надо немножечко. Да, обязательно, потому что это все потом должно засунуться в рот. То есть на один укус это должно влезть. Ты понимаешь, да? Иначе нету веры этому гамбургеру, поэтому его нужно чуть-чуть приплюснуть. Ну что, друзья? Ну все. Ну? Почему тебя не хлопает? Так. Все все видели. Яна, давай-ка проэкспериментируем на тебе. В твой рот это залезет? Внимание, друзья, барабанная дробь. Ты разработай мимо, пожалуйста. Я стану в профиль. Давай. Нет, давай. Давай сосредоточься. Он это сделал. Да. Все. Ну, слава будет. Вот. Так. Яна, я хочу сказать тебе огромное спасибо. И, Яна, что сказать? Яна Чурикова сегодня в «Смаке». Давайте поаплодируем. Яне, Яна, спасибо тебе огромное. Я сейчас к тебе вернусь. Мы попробуем все-таки съесть этот, съесть этот большущий гамбургер. Друзья, ну, поздно сейчас. Ну, мы к вам вернемся. Мы обязательно вернемся. Мы вновь въедем к вам на автомобиле, на котором на боку, на кузове написано литературно-кулинарный альманах «Смак». Вы, между прочим, узнаете, что «Сибас» в переводе с эстонского означает «быстро покинуть место преступления». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова